Концы диаметров АС и БД окружности последовательно соединены, так что образовался четырехугольник АБЦД. Первый. Определите вид четырехугольника АБЦД. Второй. Найдите дугу АБ, БЦ, ЦД и АД, если угол АБД равен 80 градусов. Для начала сделаем рисунок, запишем данную. АС и БД диаметры. Первая часть. Определить вид четырехугольника АБЦД. Вторая часть. Угол АБД равен 80 градусов. Найти дугу АБ, дугу БЦ, дугу ЦД и дугу АД. Для начала сделаем первую часть. Рассмотрим угол АБЦ. Угол АБЦ это вписанный угол и он равен половине центрального угла, опирающегося на ту же дугу. Равняется одной второй угла АУЦ. Угол АУЦ это развернутый угол, так как АЦ это диаметр. И этот угол равен 180 градусов. Получается одна вторая от 180 градусов. Посчитав, получаем 90 градусов. Рассмотрим угол АДЦ. Угол АДЦ это вписанный угол и он равен половине центрального угла, опирающегося на ту же дугу. Он равен одной второй угла БОД. Угол БОД развернутый, так как БД это диаметр. И тогда у нас получается одна вторая от 180 градусов. Посчитав, получаем 90 градусов. Угол АДЦ это вписанный угол и он равен половине центрального угла, опирающегося на ту же дугу. Одной второй угла АУЦ. А ранее мы доказали, что угол АУЦ равен 180 градусов. И у нас получается вновь 90 градусов. И последний угол БАД. Угол БАД это вписанный угол и он равен половине центрального угла, опирающегося на ту же дугу. Одной второй угла БОД. Угол БОД равен 180 градусов. Посчитав, получаем 90 градусов. Из этих четырех пунктов мы можем сделать следующий вывод, что четырехугольник АВЦД, прямоугольник, так как все его углы равны 90 градусов. Перейдем ко второй части. Рассмотрим угол АВД. Угол АВД равен половине дуги, на которую он опирается. Одной второй дуги АД. Выразим отсюда дугу АД. Для этого все наше выражение домножим на 2. И тогда у нас получается, что дуга АД равняется двум углам АВД. Подставим сюда наши данные. Получается 2 умножить на 80. Получается 160 градусов. Угол АВД равен углу БОЦ, так как это вертикальные углы. Угол АВД равен дуге АД, так как это центральный угол и он равен градусной мере дуги, на которую он опирается. Дуга АД равна 160 градусов. Из этих двух пунктов мы можем сделать следующий вывод, что угол БОЦ равен 160 градусов. Рассмотрим угол БОД равен сумме двух углов, на которые он разбит. Угол АВ плюс угол АВД. Выразим отсюда угол АВ. Угол АВ будет равен угол БОД минус угол АВД. Подставим сюда наши данные. Тогда у нас получается, что угол АВД будет равен угол БОД. Угол БОД это развернутый угол и он равен 180 градусов. Минус угол АВД. Угол АВД мы ранее нашли. Он равен 160 градусов. Посчитав, получаем 20 градусов. Рассмотрим угол АВД. Угол АВД это центральный угол и он равен градусной мере дуги, на которую он опирается. Равен в дуге АВД. Угол СУД это центральный угол и он равен градусной мере дуги, на которую он опирается. Дуге СД. Также мы можем написать, что угол АВД равен углу СУД. Так как эти углы вертикальны. Из этих трех пунктов мы можем сделать следующий вывод, что дуга АВ равняется дуге СД, и все это равняется 20 градусов. Запишем ответ. Дуга АВ равная дуге СД равняется 20 градусов. Дуга АВС равная дуге АД равняется 160 градусов. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.